Накануне, кстати, в Тюмени прошел бал. Как-то часто их стрельбу устраивает, ты не находишь? Слушай, нахожу, причем, только хороший нахожу этот бал, посвятили победе России над французской армией в Отечественной войне 1812 года. Да, вальсировали недавние студенты, а ныне молодые педагоги Тюмени. Светлана Козловская вместе со своим кавалером в лице оператора тоже показали пару пах. Здесь все, как на настоящем балу, в роли дамы-кавалеров, учителя и воспитателей. Идея вернуться в прошлое родилась на слете педагогов прошлой весной. Предыдущий год был годом истории, бал посвятили победе России над Наполеоном. Назвали, соответственно, во славу Отечества. Такой бал впервые в Тюмени, поэтому без нюансов не обошлось. По гостям. Ну, вот я сейчас замечаю, да, не все гости выглядят в соответствующей эпохе. Хотя мы старались это проработать. Конечно же, эти нюансы мы на следующий год хотим традиционным сделать это мероприятие. На следующий год постараемся их учесть. Однако наряды некоторых гостей затмевали наряды выступающих. Много балов в Тюмени. Венский недавно бал прошел. Видимо, людям хочется какой-то эстетической красоты. И, наверное, это очень здорово, потому что, согласитесь, женщина в таком платье чувствует себя по-другому. Как и мужчины, вовремя пригласить, не растеряться при неловком движении и обязательно проводить даму до места. А некоторым еще и выступить красиво надо. Знаете, это, скорее всего, сплочение у нас, молодых специалистов. Подготовка была очень довольно интересная. Ну и сейчас, конечно, все волнуются очень сильно. В принципе, я тоже волнуюсь, потому что я на публике сегодня впервые буду играть на фортепиано. И поэтому я тоже очень сильно волнуюсь. Внимание на этом балу было уделено не только выступающим, но и всем присутствующим. И даже тем гостям, кто не в костюме. Например, мне подарили комплимент со словом «умная». Хоть здесь не написано красиво, но все равно приятно. А еще гостей приглашали поиграть в ручеек или пуститься в ритме вальса. И пусть не все могли сделать это профессионально, зато погрузиться в атмосферу 19 века, наверное, получилось у каждого. Светлана Козловская, Вадим Панфилов, Сибинформбюро. Вадим Панфилов. Вадим Панфилов. Вадим Панфилов.